Понять другого человека можно, но для этого нужно знать, в каких отношениях он находится с другими людьми. И тут две причины. Первая причина – это то, что когда человек с нами взаимодействует, это его настроенность на нас. Вы сами с кем-то взаимодействуете, у вас есть определенная настроенность на человека, и вы демонстрируете определенный набор качеств, зачастую даже сами этого не осознавая. При этом у вас значительно больше, так сказать, внутренних «я», которые могут по-другому себя повести в каких-то жизненных ситуациях. И вторая важная причина – это то, какие влияния испытывает сам этот человек на себя. То есть он может быть хороший, милый, прекрасный, каким угодно, но при этом сам находится в такой социальной среде, в рамках которой его склоняют не то чтобы специально, а просто постоянными разговорами или какими-то жизненными обстоятельствами и так далее, на тот способ думать, который, может быть, ему и неорганичен, но мы социальные существа. И хочешь, не хочешь, мы прислушиваемся к тому социальному пространству, в котором находимся. И вот реконструкция этого внутреннего мира другого человека, она должна начинаться прежде всего с анализа того, в каких отношениях он находится с другими, и, условно говоря, какая информационная палитра, так сказать, вокруг него разлита. А после этого уже взаимодействуйте с ним не просто с ролью, с которой он вам является, а с пониманием того, что он значительно сложнее. Субтитры создавал DimaTorzok